Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа Открытая кухня. Я Валерия Иванова. Сегодня мы обсуждаем культуру посещения ресторанов среди наших жителей. И в связи с этим сегодня я пригласила в гости нашу студию не просто экспертов, как это уже завелось, поваров, официантов, директоров ресторана, а своих друзей, людей, которые со мной с самого начала пути тех самых тайных обзоров, которые я проводила в ресторанах я сегодня вообще с огромным удовольствием, с радостью представлю своих друзей. Это Вероника Кушелева-Павлова, моя подруга, и также работница из индустрии красоты, собственно, тоже из сферы обслуживания, которая каждый день сталкивается как с недовольными гостями, так и с довольными гостями. В общем-то, сферы схожие. Ну и, конечно, Алексея Стетюху. Стетюха. 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 Вообще, вот видишь, какая подруга у тебя плохая, Стетюха. Вот, крикнем уж. Журналист, телеведущий. Добрый вечер, мои дорогие друзья. Здравствуйте. Такое у нас веселое начало. Почему я пригласила сегодня именно вас? Да, как я уже сказала, вы со мной с самого начала этого пути. С Алексеем мы познакомились, собственно, в одной известной группе Курпайс. Я думаю, все они уже слышали и, скорее всего, в ней состоят. Где я когда-то начинала писать те самые обзоры. И Алексей очень ко мне тогда проникся, стал где-то меня защищать, потому что для меня интернет-пространство было чем-то абсолютно новым. И мы вот, дальнейшие все мои расследования, можно сказать, вместе за руку проходили. Все, что там было хорошее и плохое. А Вероника уже мой такой, тоже тайный ревизор, с которым мы ходим по заказу моих клиентов. Когда нужно проверить заведение, мы являемся тайными гостями. Но теперь уже не тайными, все, Вероника, нельзя нам больше ходить. И я знаю, что у Вероники колоссально поменялось теперь отношение к посещению, требования к ресторанам. Но об этом мы поговорим чуть позже. Я продублирую номера для связи, кто еще не выучил, с нашей студии. 6721-2939, 6721-3939. Звоните, участвуйте с нами в разговоре, дискуссии, рассказывайте свои истории, мнения. Ну, а мы возвращаемся, собственно, к нашей программе. Совсем вот на днях я прочитала пост у одного товарища из Москвы, который выложил свое посещение, фотографии своего посещения из одного сетевого, ну, даже нельзя назвать рестораном, кафе. И написала, как вот до сих пор эта сеть существует, здесь есть невозможно мясо замороженное, шакшуку принесли с замороженным сыром, ну, в общем, и все в этом духе. Цены там по-прежнему не маленькие, а люди до сих пор ходят. И я тогда завязалась в этот разговор, в эти комментарии, и написала, что у нас ведь в Латвии то же самое, сколько сетевых проектов, которые существуют действительно уже сто лет в обед на рынке, есть там невозможно, там и грязно, и приносят действительно, ну, просто еду, которая, во-первых, выглядит плохо, во-вторых, она зачастую опасна для здоровья, но наши дорогие жители продолжают туда ходить, оставлять свои деньги, рисковать здоровьем своих детей, своим и так далее. Вот, собственно, на эту тему я хочу сегодня поговорить, в чем же заключается эта культура, и что находится в головах, в умах людей, которые себя не ценят и не уважают. Вот, я предлагаю начать. Вероника, Алексей, кто начнет первый? Да, мы вперед. Да? Ну, Вероника, как ты считаешь? Вот в чем суть, и была ли ты в этой категории когда-то? Была, была, причем очень долго, и огромная... Да, да, все хорошо. И большое количество моих друзей по-прежнему в этой категории людей, и я не знаю, как объяснить, что есть другие места, можно ходить в другие места, можно кушать другую еду, можно получать абсолютно другое обслуживание. Да? Все хорошо. Я даже пыталась, прям насильно пыталась приводить туда друзей, приводить в другие места, показывать не сетевые рестораны, показывать что-то более уникальное, по той же самой цене. Мы сидели, мы кушали, было вкусно, было хорошо. Я спрашиваю, ну как? Классно. А в другое место давай пойдем? Вот как-то, я не знаю, я не могу это объяснить, то ли потому, что наши люди любят комфорт, и для них привычно это место, им нравится зайти и знать, где здесь уборная, им нравится зайти и выбрать столик, за которым они уже сидели, неважно, какие они при этом получали эмоции, просто потому, что это, не знаю, может быть, безопасно, уютно. То есть дело привычки? Дело привычки, да. Тут даже не просто привычка, тут, наверное, имеет смысл говорить о традиции как таковой, потому, что мы, вот наше поколение, ну, в принципе, целевая аудитория, посещающая так или иначе места общепита, вот нам, ну, 30 плюс, скажем так. Мы все вышли немножечко из Советского Союза. То есть у нас появлялись первые сетевики какие-то, и мы к ним привыкали, да, что вот пицца – это там, суши – это там. То есть и у нас это уже вот как, ну, условно, как бренда, да, вот там Xerox, Pampers, Моторола в свое время, да, Xanx, вот, то есть, которые ассоциируются с товаром. Да, вот гамбургер – это Макдональдс, в любом случае. Это уже отложилось в голове. Пицца – это чили-пицца, там, суши – это Токио. Ну, условно, да, это вот как бы условные бренды. И люди продолжают туда ходить, не замечая какие-то другие заведения, потому что у нас сейчас тот момент, когда появилась куча, совершенно куча заведений, производящих фастфуд. Вот если посмотреть там в сети, да, вот там те же суши, там, ну, нацать каких-то названий, которые и производят, и рестораны, и деливери, и прочее-прочее. Пицца – нацать. Бургеры – вообще сумасшедшее количество бургерных открылось. Но люди, по-любому, вот они, вот как барашки такие вот покорные, они идут туда, где они привыкли. Стадный такой уже истинкт. Да, 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 это какое-то, ну, дело привычки. Именно что дело привычки. И когда ты заходишь в ту же группу Курпаиста, когда ты читаешь нацатый отзыв про пиццерию, про которую вообще-то никогда ни слова уже там последние 10 лет хорошего не слышал, и человек опять говорит, вот я пришел, мне принесли... Да. Вот это самое, да? И такой, ай-яй-яй. И 100 комментариев про то, что «А нафига ты туда пошел?» Да, даже не 100, 300 уже. Ну, уже, да, уже же все сказали, что туда ходить не надо. Но люди прутся и прутся. И что самое интересное, что даже когда я прохожу мимо просто вот этих сетевиков, я вижу, что там заполнены столики. И очередь стоит. И очереди даже иногда, да. То есть вот какая-нибудь там хорошая пиццерия, в которой не сильно дороже даже. То есть там, ну, ценник-то везде плюс-минус одинаковый. Ну, если не говорить там о люкс-классе. Там свободные столики. Проходишь мимо сетевика, вот этого вот такого, ну, нехорошего сетевика, и там очередь стоит. То есть люди стоят, покорно ждут, когда столик освободит. Причем, ладно, если бы эти отзывы негативные, про которые ты сказал, что в течение 10 лет, да, там было написано многое уже и сказано все. Если, ладно, там они говорили, что, ну, обслуживание так и себя, так там люди выкладывают, только какой-нибудь, извините, червяка принесут в супе, да. Вы помните, кстати, эту историю. Я лично травилась в этих местах. Ну, вот. Лично травилась. То есть это прямо опасные какие-то вещи. Или, я помню, неоднократно выкладывали суши, в которых там кусок фольги или кусок какого-то пластика. Ёп-р-с-э-т-э. Но это же вообще уже действительно не просто там про пальцы погну, здесь невкусно или там некрасиво. Это реально уже опасно для здоровья. А помните, сколько мы вот тоже этих комментариев извергали из себя про подпольные вот эти сушильни? Я, кстати, в том эфире это тоже упоминала. Вот об этом. Почему? Окей, сетевики. Можем еще поспорить, что удобно при торговых центрах. А вот эти суши в подвалах, которые крутят? Ну, это вообще отдельная тема для разговора. Но самое интересное, вот именно все-таки возвращаясь к сетевикам, что им настолько пофигу. То есть вот та же самая группа Курпайст. Сколько там отзывов, когда вот там пишется о каком-то ресторане, о каком-то баре, месте, неважно. Ну вот честно, по личному опыту могу сказать, что в 70% случаев при грамотном, корректном отзыве владельцы заведения так или иначе реагируют. То есть они как-то, ну, выходят на контакт и как минимум, даже если они не пишут лично, они пытаются что-то исправить. То есть в моей практике, ну, так было, ну, реально 70%, наверное, вот из всего, что я писал. Этим пофиг. То есть вот берешь какого-то сетевика, про него уже столько помоев вылили. Они ничего не меняют, потому что people have it. То есть все работает как бы, ну и окей. Там официанты, которые работают на отшибись, которым совершенно наплевать на клиентов, да, вот там при пустом зале они могут 40 минут не подходить к меню, не приносить. Там повара, которые работают вот так вот, так же. И ничего не меняется, потому что people have it. Извините, проблема в нас. Я поэтому и начала, вот с того, что наша культура, проблема в нас. Наверное, один из пунктов, который я могу добавить, почему это может быть, по-прежнему работает. Люди приходят, и они знают, что они получат. Это, наверное, мой самый личный такой страшный грешок, который нельзя в этой компании говорить. Но тоже хожу я в одно заведение, несмотря на то, что обслуживание, ну плохо, ну откровенно плохо. Качество, ну не знаю. Я, слава богу, не видела кухню, наверное, если бы увидела, было бы другое мнение. Но то, что я получала, это было съедобно. Там я не травилась. И я прихожу за одним и тем же блюдом уже лет 10. Я прихожу туда, раз в какое-то время заказываю одно и то же блюдо, мне приносят его в одном и том же виде, оно никак не меняется, ни размер, ни вкус, никак. То есть, вопрос, как можно веками не менять вкус у еды, потому что продукты тоже меняются, и поставщики меняются. Ну, видимо, это всё не очень натурально. Видимо, потому что уже доказано 150 лет в обед, что все вот эти сетевики, да, просто не будем называть, добавляют туда клютомат, усилители вкуса. И за счёт этого, во-первых, если вы замечали, почему вот эти акции 1 плюс 1. Во-первых, окей, нам кажется, что это дёшево. Ну типа, да, я съем не 4, а 8 или там 16, я уже не помню, как там у них считается это. Но ты остановиться не можешь. То есть, у тебя этот усилитель вкуса, у меня даже подруга рассказывала случай, Беатриса, что они заказали вот на, получается, пике популярности вот этих сушезаведений, типа 100 штук и съели вдвоём. А потом они не понимали, почему им плохо. То есть, вроде они говорят, ну мы наелись, а мы едим, едим, потому что это усилитель вкуса, дёшево, дёшево, сердито. Я думала, это жадность. Это жадность. Я называла это жадностью. Да, у нас звонок, давайте послушаем мнение наших радиослушателей. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Вот я слушаю сейчас вас, и я прям создаю впечатление, что я в Риге вот уже 50 лет живу, и такого ресторана или суши я ни разу не видел. А вы прям такое столько дрема собираете? Вы что, специально где-то ходите или ещё что-то? Ну нельзя же так о Риге, о ресторанах, о суши говорить. Всё, я говорю, 50 лет хожу, 50 лет постоянно где-то кушаю и суши, и так далее, и так далее. Но то, что вы говорите, мне просто стыдно за вас. Спасибо вам большое за мнение. Да, спасибо. На самом деле мне очень приятно, что я попал на радио и впервые увидел человека, который уже 50 лет ходит по Риге и ест суши. Ну это, ну как бы, человек-легенда, судя по всему. Ну я не знаю, но мы ходим, ну да, действительно мы ходим достаточно много, у нас есть какие-то, ну скажем так, предпочтения, у нас есть какое-то понимание уже, где вкусно, где невкусно. Ну поэтому, может быть, мы немножко категоричны. Я думаю, что, может быть, слушатель немножко не понял, что мы не говорим про, в принципе, суши как продукт у нас в городе. Мы говорим про некоторые места, в которых мы не называем никакие места, мы говорим о том, что есть места, в которых это хуже или лучше. Просто сейчас мы заострились именно конкретно на сушах, но я думаю, что дальше в разговоре мы перейдём к другим продуктам питания. Ну я просто с удовольствием отвечу нашему радиослушателю, что мы не ходим и не собираем, слово на букву «Д», да, как не хочу повторять, просто мы умеем классифицировать, мы умеем ранжировать, мы умеем оценивать свои доходы и расходы, понимая, что свои деньги мы не хотим тратить на то, где нам предоставят некачественные услуги, где нам принесут некачественную еду, где на нас будут наплевательски, к нам, точнее, будут наплевательски относиться, где будет грязно, где не будут соблюдаться никакие санитарные нормы. Поэтому, ну, кто как это видит, и не хочется сейчас просто бисер, как говорится, да. Ну, ладно, мнение есть мнение. Давайте пообщаемся вообще тогда, в принципе, да, про классификацию не заведений, а про людей, которые ходят, да. То есть мы можем выделить, я думаю, смело четыре категории. Это студенты, которые, как правило, что-то более бюджетное для себя ищут. Второй – это средний класс, люди, которые ходят и пробуют и мексиканскую, и индийскую, и итальянскую, ну, то есть там с семьями, с подругами проводят время. Есть более зажиточные люди, которые чаще ходят в заведения какие-то, могут себе позволить сто и выше евро, да, за приведение в ресторане. И есть, конечно, такая четвертая отдельная категория – гурманы. Это люди, которые готовы оставить 500, 700, тысячу и более денег за посещение, которые любят мишленовские рестораны, для которых это отдельное просто хобби, культура, да, и для них это творчество. Вот в Курпайсте какая категория, как вам кажется, вот она выше всего стоит и более обсуждаема? Средний класс, наверное. Среднячок, да. Вот средний класс, то есть это люди, которые не как студенты, да, там последние какие-то копеечки на хот-дог наскребают. Неужели им самим не хочется за свои вот эти честно заработанные деньги пойти туда, где было бы гораздо качественнее хотя бы попробовать один раз? Ну, нельзя же говорить все-таки, вот тут я, может, даже с радиослушателем немножко соглашусь, мы как-то немножко слишком категорично начали, да, говоря о том, что люди как барашки прутся в те места, где плохо. Но большинство людей все-таки пробуют. Они ищут разные места, да, то есть если посмотреть карту посещений, ну, постоянно видишь там какие-то, ну, так или иначе, несколько раз в неделю в интернете появляются какие-то отзывы о каких-то совсем новых заведениях, но о которых я, по крайней мере, не слышу. Люди ищут, люди пробуют. Сетевики, они, ну, вот, ну, бог с ними, ну, есть они, ну, ходят туда вот те, о которых я говорю, это те люди, которые вышли из Советского Союза, у которых уже, ну, привычка, да, то есть вот у них определенный бренд, пицца, суши, бургер, да, вот, ассоциируется с определенным заведением. Другие заведения тоже пробуют. То есть средний класс все-таки рассматривает разные заведения, как мне кажется. Ну, видишь, Вероника, ты сказала, да, что ты отвела своих друзей, и это не 35+, это ребята твоего возраста. Да, ребята, разная компания, разновозрастная компания была. Ну, то есть это не совсем выходцы из Советского Союза, то есть люди эти, в принципе, могут себе позволить и ходить, пробовать, не бояться, по крайней мере, тут уже у нашего поколения страх-то не настолько. Знаешь, наверное, вот, приведу пример из своей работы. Была ситуация, у нас был салон, в котором мы счастливо работали, очень красивый салон, все было здорово, у нас были хорошие мастера, но к нам просто никак не приходили люди, никаким способом, потому что вход находился во дворе. И это был очень красивый двор, это был свой частный двор с деревянными дорожками, с камушками, это все выглядело, ну, прям очень красиво. Но просто наши люди не заходят во дворы. И я не имею в виду, что какие-то рестораны находятся, какие-то заведения находятся в подворотнях, поэтому по ним не ходят. А вопрос в том, что наши люди не хотят даже посмотреть, настолько, что человек мог найти нас в интернете, к нам записаться и стоять у входа в арку, прямо под вывеской, стоять, смотреть на нее и говорить, а куда мне идти? Мы говорим, проходите прямо, спускайтесь вниз по лестнице, вниз, внутрь, я, там, красивая арка, замечательная, все здорово выглядит, в тихом центре, все очень здорово, но люди даже не верили, что туда можно зайти. А иностранцы заходили, без записи, просто шли на пролом, какая красивая подворотня, смотри, какие-то вывески висят, давайте идем посмотрим. Заходили, фоткались в нашем дворе, стучались по всем дверям, потому что там были не только мы внизу, и они заходили не только в наши двери, а что у вас тут? А, да, а можно к вам? Прикольно, давайте зайду. И может быть, это какой-то наш менталитет, может быть, все-таки, на самом деле, проблема в нашем постсоветском пространстве, что это не только советские люди, которые пожили в советское время, а это и те, кто выросли на воспитании советских людей. Да, 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 так или иначе. Я думаю, что наши внуки еще это застанут. Очень правильно, вот прям подметила, что да, наши люди боятся подворотин. Наши люди, как-то вот генетически у них так сложилось. Это вот было отличное кафе, я его обожал на Блаумане. Я не помню, как оно называлось, честно, там двухэтажное такое кафе было, ну, то есть двухъярусное. Супер, все было сделано как куворкинг, то есть туда было очень приятно прийти и именно с компьютером посидеть, поработать. Нет, я тебя перебью. Или случайно не было там, где на входе есть коридорщик док-френдли? Да, 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 да. Я была в нем, оно называлось, по-моему, оно было браузер-кафе, мне так кажется. Браузер-кафе, да. Прекрасно, я как раз хотела про него вспомнить. Да, расскажите, я такое не застала. Это было шикарное совершенно кафе, причем я познакомился с хозяйкой этого кафе, мы подружились, я пытался даже их как-то там продвигать, писать для них какие-то рекламные тексты. Мне оно, ну, сорян, мне оно нравилось, потому что там никогда никого не было. Но это на самом деле правда. Я просто туда приходил, у меня там был уже мой стол, за которым мне комфортно было сесть, там рядом розетки были, там была шикарная кухня, хозяйка с Украины, то есть она вот именно сделала такую кухню, то есть там борщи были какие-то там. Очень вкусно было. И вот я им писал рекламу, я их пытался как-то там, я ей рассказывал, ну что может быть как-то развить, нифига, они закрылись. На самом деле у меня есть такая мысль, что я несу беды, потому что в некоторых местах, в которые я писала отзывы, хорошие или плохие, эти места очень быстро закрывались. И я помню, как мы туда пришли, я написала огромный отзыв, в этой группе написала огромный отзыв о том, как мне все понравилось, как все было круто и невозможно красиво. И через неделю мы пришли еще раз, и места уже больше не было. Я не знаю. На тебе какой-то рок? Я больше ничего не пишу, честно. Ни хорошего, ни плохого, ничего нигде. Но там тоже, там суть вот та, о которой ты сказала. Там нужно было зайти, пройти по коридорчику. А этот коридор, это вот единственное место, которое, извините, перебило, которое я в Риге вообще видела. Длинный коридор, где маленькие барные столики вдоль стенки, маленькие стульчики, и рядом крючочек для того, чтобы завязать поводок собаке. Несколько в ряд мисок с кормом и с водой. Ничего себе. И можно было у них, если не ошибаюсь, можно было купить какие-то снеки еще. Да, да, да. Там очень все классно. Это было очень круто. Заходишь дальше, там уже такая большая, я не знаю, наверное. Какой это период было? У меня, наверное, не было в Латвии. Я не помню вообще такого. Нет, это было года два назад, наверное. Да, не больше. А, нет, подожди, это был 16-17 год, наверное. Ну, три года. Ну, значит, я уже вернулась. Мне кажется, ты уже была. Да. Но мне кажется, даже я тебе про него рассказывала. Просто я в него попала один раз, я там в нем счастливо посидела, и вот потом... А потом ты написала отзыв, и оно закрылось. Да, да. Ну, про отзывы мы обязательно еще поговорим, потому что я очень хочу услышать ваше мнение тоже со стороны гостя, как вы себе сейчас, какую планку вы себе задали, да, когда ходите сами в рестораны. Я вижу, телефон у нас разрывается от звонков. Мы обязательно пообщаемся с нашими радиослушателями после маленькой рекламной паузы. Оставайтесь с нами, открытая кухня. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот мы и вернулись с небольшой нашей рекламной паузы. Сегодня мы обсуждаем культуру похода в рестораны, почему наши люди за свои же деньги занимаются мазохизмом. И в честь этого прекрасного случая я пригласила своих друзей, уже ценителей ресторанной культуры, тех людей, которые со мной очень давно, с момента еще написания первых обзоров в группе «Курпайс». Это журналист Алексей Стетюха и Вероника Кушелева-Павлова, моя подруга, которая работает в индустрии красоты и знает, что такое сфера обслуживания, не по просто словам каким-то. Сегодня мы обсуждаем обзоры, так что давайте к ним и вернемся. Помните, у нас была одна, как ее назвать, участница группы «Курпайс», которая всегда выкладывала чеки, где счет за 1000 евро, за 2000 евро, которая все время всех унижала, если они, не дай бог, пошли в какое-то среднестатистическое заведение, говорила, что вы все нищеброды. Как вам кажется, это был реально вот такой просто хайп и прикол, или действительно человек ходил в эти заведения, только лишь бы потом фотографию выложить, что вот я, ну не знаю, насколько это она сама могла себе позволить, или ее спутник, что вот я могу туда ходить? Ну нет, ну стоп, во-первых, она никого не унижала. Ну, 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 я хорошо помню этого. Ну, такого унижения как такового не было. Во-вторых, она троллила. Я как бы… А в чем разница? Нет, ну она как бы, она все это делала достаточно по-доброму, достаточно тонко. То, что она туда ходила, да, она туда ходила, я с ней просто лично познакомился в определенный момент. Отличный, умный, интеллигентный человек с отличным чувством юмора, ну, я бы не сказал, что она кого-то пыталась унизить. Ну, вот просто вброс такой сделать для хайпа. Ну, да. Но это все-таки для хайпа было сделано все. Ну, как для хайпа, она действительно туда ходила, она действительно могла себе это позволить. Я не хочу считать чужие деньги, там, сама, или спутник, ну, в принципе, какая разница. Нет разницы. Она ходила, она делала, в принципе, достаточно грамотные обзоры, как мне кажется, ну, и показывала немножко, приоткрывала там мир той кухни, к которой я вряд ли когда-то прикоснулась. Даже не кухни, а уровня ресторанов, да, потому что я верю в латвийскую журналистику, но я дико сомневаюсь, что я успею дожить до того момента, когда я смогу ходить по мишленовским ресторанам. Поэтому мне было интересно. А, Вероника, ты помнишь такого персонажа в группе? Ну, вот я сейчас пытаюсь вспомнить, но... Ногти, которые свои выкладывала всегда на тарелку еще. Но ногти помню. Вот, работа такая, помнишь, ногти. Ну, вот я сейчас пытаюсь вспомнить, ты говоришь, что прикоснуться к вот этой вот кухне высокой, почти через ее посты, но я сейчас пытаюсь вспомнить, я как-то не помню ни одного полноценного описания. Нет, были. Были. Да, она, причем, она всегда это делала так, что все на какашки сходили из-за ее вот этих самых, потому что там был вот такой вот, ну, пальцевый растопырку. Но при этом она всегда досконально выполняла все правила группы. То есть там было четкое описание всего, каждого блюда, каждого напитка. Чек прикладывался там с тремя нулями. Значит, видимо, я просто путаю с кем-то, потому что... Меня вообще сложно спрашивать, потому что когда-то начала выкладывать свои посты, я увидела людей, которые не были одного со мной мнения, а я очень переживательный человек. Я прям очень расстраивалась, поэтому мне пришлось закрыть эту группу, потому что во-прежнем она у меня закрыта, я иногда захожу, открываю, посмотрю. Нет, все, я пойду выпью. Болидончик. Я еще тогда беременная была, мне Вероника, я помню. Я очень переживала из-за этого. Лера, ты беременна? Ты это все пишешь? Как ты это все выдерживаешь? Что на тебя так обручили? Да, Вероника не выдерживала. Я прям вообще не могла. Я очень тяжело в кроме. Я помню, и утро у нас с Лешей начинали с того, что Лер, привет, ты на связи? Ну, как ты там? И я так помню хорошо этот момент, что я там действительно вся уже нервничаю, потому что, повторюсь, для меня все это интернет-пространство было чем-то абсолютно новым, и я слышала, как вкусно Леша пьет черный кофе, как он курит сигарету, а мне же нельзя. Я беременна, я думаю, вот сейчас бы тоже покурить, но, естественно, нет. У нас есть звонок, давайте послушаем мнение. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Вы знаете, был в советское время очень интересный, курьезный случай. На задворках оперы был подземный туалет. Потом кому-то пришло в голову, его закрыли, и я не знаю, с какого бодуна вместо этого туалета сделали кафе. И, естественно, туда почти никто не ходил, потому что все старожилы знали, что там было на кафе. И в Киеве у нас было. Мы спускались в ресторан, но там так пахло из туалета, там никакой вентиляции, что мы даже не смогли спуститься в ресторан. И я еще хочу спросить, а вот иногда, когда рестораторы, они арендуют или покупают здание, они историю здания этого изучают? Спасибо. Спасибо вам огромное. Это наша постоянная радиослушательница. Всегда с обалденными историями. К сожалению, еще не знаю, как вас зовут. В следующий раз обязательно спрошу. Ну да, 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 есть такое. Ну на самом деле, по поводу вопроса, да, есть такие места в городе, про которые, можно сказать, место проклятое. Вот реально, сколько открывается заведение, вроде как хорошее место, центр города. Причем там не туалет был. Да, там, ну просто там до этого тоже был какой-то ресторан или бар. Проходит полгода, оно скрывается. Вроде и деньги вложили там, и в интерьер, и во все-все-все. Ну вот, к слову, даже здесь рядышком, вот там, где сейчас Ленинград, вот он чудом пока что держится. Да, до этого там был мой любимый пресс-эсбар. Пресс-эсбар очень долго существовал. Да, ну он существовал, потом он закрылся, потом открылся пресс-эспила. Тоже закрылся, да. И вот, ну сейчас Ленинград, ну, держится вроде, все хорошо. Ну вот просто место проклятое. Вот такие места в городе тоже. Мне кажется, больше проклятых мест как раз в Тихом Центре. В Тихом Центре там вообще кошмар. Мы насчитали одно место, в котором за 10 лет мы насчитали порядка 15 ресторанов, которые были на одной и той же локации. Рестораны абсолютно разные. Не в смысле, что они все были одного уровня, одной ценовой категории и одного вида, я не знаю. То есть там делали, каждый раз делали ремонт, каждый раз в это помещение вкладывались, и ни одно не выживает. Я не знаю. Я могу вам сказать, что здесь не только есть условно проклятие какое-то место, есть еще такая история, что когда арендаторы уходят в ресторан какой-то, он иногда предлагает новому ресторану поменять вывеску, но Сию свою забрать. То есть они оставляют свою Сию, чтобы они лишний раз не делали заново алкогольную лицензию, регистрировали эти счета и т.д. и т.п. И очень часто у этой Сии уже есть задолженности перед поставщиками, перед налоговой службой, перед работниками и т.д. И новый ресторан, входя в это помещение, забирая себе эту фирму, он думает, блин, ну у меня-то лучше точно пойдет, чем у тех. Я сейчас полгода поработаю, все отобью. Не отбивает, и дальше это продолжается. Такая история тоже существует. Это похоже на правду. Не только, да, это, к сожалению, связано с каким-то случаем. Еще есть звонок. С удовольствием пообщаемся. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Я когда так смутно понял тему вашей передачи, единственное, что я понял, что те, кто родился и жил в Советском Союзе, как-то плохо относятся или неправильно относятся к ресторанным нынешним. Я правильно так вообще в принципе понял? Нет, нет, у нас, мы в принципе обсуждаем отношения людей... Что вы обсуждаете? Мы в принципе обсуждаем отношения людей к посещению ресторанов. Да, почему... Правильно, да, ну так я так и понял. Нет, нет, почему на рынке... Вы молодой человек, вас молодой человек, который уже несколько раз сказал, что те, кто жили в Советском Союзе, те слабо понимают вообще, что теперь происходит. Они по старинке там вроде бы там ждут чего-то. Так вот я ему хочу сказать, что он сильно ошибается. Те, кто родился и жил в том веке, достаточно много повидали, и не только в Советском Союзе, но и за границей. И сегодня, сегодня я хотел бы вам задать вопрос. А в чем разница между рестораном «Суши» в Альфа и 36-й линией? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Я, может быть, сразу немножечко уточню. Может быть, я не совсем корректно выразился, говоря о людях советского времени. Тут дело не в том, что вы, ну, вы, мы, я тоже, в принципе, родился в Советском Союзе. Тут дело в том, что, может быть, мы меньше привыкли требовать чего-то. То есть, менее требовательно к обслуживанию. То есть, ну, принесли еду, и ладно. Ну, что-то немножечко криво принесли, или соус размазался, ну, и ничего. Все равно же еда, все равно же вкусно. Поколение, ну, вот, может, все-таки мое, хоть тоже из Советского Союза, но помоложе немножко. Мы привыкли немножко больше требовать. То есть, уже не просто нам принесли блинов на лопате, да, мы хотим, чтобы это было оформлено как-то лучше. Мы хотим, чтобы официант нам улыбался. Сколько я просто, я почему сижу, да, вот сколько я с мамой, например, хожу в какие-то заведения. Мама очень часто вот, ну, то есть, я сижу, я начинаю заводиться, когда я вижу, что официант там вот 15 минут проходит и игнорирует, просто вот меня не видит. Я начинаю как бы немножечко привлекать внимание, ну, не то, что скандалить, но выходить на такую полуконфликтную ситуацию. Мама говорит, Леша, ну, потерпи, ну, чего ты, никуда же не торопимся, да. То есть, пытается постоянно нивелировать конфликт. Это вот старшее поколение, которое привыкло говорить, ну, типа, будь умнее. Ну, не надо. Будь умнее и смолчи. Как сравнить суши из Альфы с суши из 36-й линии, я не знаю, потому что я вообще не знал, что в 36-й линии дают суши, вот Лера, может, меня поправит, или это просто сравнение. Я думаю, что классовое сравнение имело в виду, я думаю. Классовое сравнение, ну, я не сильно понимаю, как это можно сравнивать, потому что в Альфе рестораны все-таки как раз-таки те самые сетевики, 36-я линия, которая сейчас переехала, насколько я знаю, в Дублте, да, или в Майвере куда-нибудь. Да, 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 правильно. Это все-таки ресторан более такой высокой кухни, ну, скажем, аппер-класса. То есть, ну, их сравнивать, ну, достаточно сложно. Это как… Абсолютно две ниши разные. Ну, да, это совершенно разные ниши, причем я не говорю о том, что сетевые рестораны – это обязательно плохо. Есть очень хорошие сетевики, в которых прекрасно кормят для той ценовой категории, которую они представляют. То есть, я не говорю, что суши за 2 евро условно, они обязательно вот плохие, а за 20 евро обязательно хорошие. Просто очень обидно, когда за 20 плохие, и как бы… Ну, и когда за 2 евро они не соответствуют той цене, которой представлены. Скажите. Мне кажется, как раз-таки за цель сегодняшней нашей беседы объяснить, что дорого не значит хорошо. Да. Потому что сетевики в основном загибают цены, которые… Ну, это неоправданная цена для этого качества. Не для качества, не для обслуживания, не для поведения, не для такого отношения, не для этой чистоты. То есть, очевидно, что просто чёс денег на людях, которые готовы прийти, которые, ну, придут, ну, поедут. Ну, отравятся, ничего страшного, придут ещё раз. Придут другие. Придут другие. Вопрос не в том, что дёшево, значит, плохо, а дорого, значит, хорошо. Есть места, которые замечательные во всех аспектах, и стоят они вот прям в разы дешевле, чем некоторые. У тебя на районе. Замечательное место. Шикарное просто. Самое лучшее место, в котором всегда душевное обслуживание. И, на самом деле, очень важный для меня аспект там работает, я так понимаю, либо совладельцы, либо хозяева, сами работают там. И это всегда очень чувствуется, когда человек этим местом живёт, когда он его любит, когда он принимает гостей, не в смысле гость, как термин из ресторанного бизнеса, а в смысле гость, как вот ко мне домой приходит гость. Если ко мне домой приходит подруга, я спрашиваю, ты хочешь кушать? Чем тебя накормить? Смотри, у меня есть супчик, у меня есть второе. Ты хочешь что-нибудь из этого? Предложишь воды. Предложу воды. Предложу тебе чай, кофе. Может быть, хочешь вина? У меня всё дома есть. Сядь, садись удобно, я принесу тебе подушку. Устраивайся, тебе не холодно? Давай окно открою или закрою? Всё хорошо? Ну, давай пообщаемся. Как твои дела? Хорошо себя чувствуешь? Тебе удобно? Да. И почему это дома, это нормально и это бесплатно? А когда ты за это платишь деньги, оказывается, что ты должен требовать, прям бить кулаками. В пресс-кафе у меня вот именно так и было. То есть я туда приходил, у меня там была любимая повариха Наира. И она каждый раз, когда я приходил, она меня спрашивала, так ты ел? Я говорю, ну, там нет, так сейчас. Всё, вот она шла, она сама мне что-то готовила, сама приносила. И мы сидели потом просто возле барной стойки, болтали там о жизни, обо всём. Вот, так что, нет, просто я к тому, что отвечаю, заканчивая мысль, что если от нас вдруг попахивать снобизмом, то это ошибочно. Мы совершенно не за то, что дорого-богато это хорошо, а там блюда дешевле 5 евро, это обязательно плохо. И мы те же советские дети. Мы тоже советские дети. Я ещё тоже хочу от себя добавить, что всё правильно, вот мои гости Вероника и Алексей сказали, мы не призываем людей перестать ходить в сетевые места и ходить теперь в 36-ю линию. Если есть, конечно, такая возможность ходить, и приятного вам аппетита. Я про то, что есть из той же ценовой категории отдельно стоящие рестораны, где может быть гораздо вкуснее, что не обязательно идти по проверенной вот этой протоптанной тропинке. Есть уже то, что давно некачественно, где давно на тебя действительно не обращают внимания, что можно немножко открыть глаза. У нас очень много различных платформ и приложений, и фейсбук-групп, где можно почитать отзывы. У меня в том числе и своя карта заведений с отзывами. Попробуйте что-то новое. Вы не потратите больше, вы не оставите там столько денег, сколько вы бы оставили в 36-й линии. Иногда даже вы меньше оставите, но просто хотя бы расширяйте свои горизонты, пробуйте что-то новое. Вот мы за это сегодня, чтобы не оставаться, как зашоренная лошадь, ходить, если суши, то туда, если питься, то туда. Есть еще как минимум 10 разных направлений кухон в Риге. Пожалуйста, пробуйте, только за это. Хорошо, касаемо требований к заведению, поменялись ли они у вас, стали ли вы более избирательны за последние годы, особенно когда вам стало больше, скажем так, открывать глаза на какие-то моменты путем написания обзоров или хождения на услугу «Тайный гость», как в случае с тобой, Вероника? Это однозначно. Да? Причем, опять же, когда мы с тобой ходили как «Тайные гости», я не могу сказать, что места, которые стоили сильно, у которых средний чек был сильно дороже, были сильно лучше, что тоже обидно и немножко несправедливо, потому что, опять же, приходя и видя эти суммы, ты понимаешь, что ну сейчас я прям получу что-то такое, что я об этом буду потом лежать и ночами вспоминать. А нет, и ты получаешь обычный, самый обычный сервис, который, ну, обычный, местами даже косячный, местами недоработанный. Сложно сказать. Ну вот на что сейчас ты обращаешь внимание, когда ходишь. Вот я просто тоже маленькая ремарка для наших радиослушателей. Вероника, когда идет теперь в новое заведение, потом мне на 10 минут записывают аудиосообщение в WhatsApp. Лера, значит, так. Здесь меню такое, стены такие, мальчик обслуживал такой. Теперь я очень страдаю. Раньше я ходила и ела, и все было нормально, и никому я не жаловалась, и приходила домой, могла рассказать домашним, что было хорошо или нехорошо. Не больше. Теперь я страдаю, потому что нужно искать место. Нужно прям, Лер, привет. Слушай, а куда мне сходить? А вот так, а вот тут. Ладно, я подумаю. Зарезу сама еще почитаю отзывы. Ну, сейчас, когда я захожу, первое, на что я смотрю, на чистоту. Чистота. Насколько убрана из стола, это то, что сразу бросается в глаза. Не так давно мы ходили в одно заведение, у которого были довольно неплохие отзывы. И все вроде бы здорово, вроде бы и цены окей, и меню. Это было лучшее меню, которое я когда-либо видела, я тебе рассказывала. Это было лучшее меню, оно было идеально сделано, оно было очень удобно и очень красиво. Но мы заказали еду. Еда оказалась слишком острая. Я обратилась к официанту, официант сразу же это исправил. Даже, наверное, слишком быстро исправил, как будто бы знал, что что-то будет не так. То есть, ну, даже как-то и бровью не повел, и не подходит. Ладно, без проблем. И даже сделал мне еще и подарок от заведения, что, наверное, даже было немножко перебором, потому что, ну, я не просила никаких подарков. Просто, ну, не, я не могу это есть, поэтому давайте просто вычеркнем. Все в порядке, никаких претензий. Просто я не готова за это платить, потому что я не поела. И столы грязные, и убирает очень долго грязную посуду, и вот мы сидим с мужем, и вот, и пройдите, и подойдите еще раз, пожалуйста, ну, вот тут вот стаканчик уберите, и вот, ну, тут вот мусор может, а салфеток у вас нет еще? А то мы все две, которые были, использовали. Ну, наверное, чистота – это первое, что бросается в глаза. Про качество еды и насколько ты хочешь здесь поесть, оставить деньги – это уже, наверное, пункт какой-то третий-четвертый из всего того, что ты видишь, когда заходишь в ресторан. Ну, все, Вероника, про деформацию. Не, ну, я вот далеко не гурман, то есть со мной про еду вообще очень сложно разговаривать, потому что мне или вкусно, или невкусно, да, то есть разбираться в высокой кухне я не умею. Но, учитывая, что я сам в молодости, теперь уже так можно говорить, работал в сфере обслуживания, да, то есть я работал и официантом, и барменом, я очень, с одной стороны, понимающе отношусь, с другой стороны, я достаточно требовательен к обслуживанию. То есть для меня очень важно, как ведет себя обслуживающий персонал. Я кучу всего могу простить, вот именно в силу того, что я сам работал, сам знаю, что и как, но есть определенные вещи, вот если меня игнорят, если я вижу, что вот человек, ну, это основная проблема сегодняшних официантов в очень многих заведениях, у них зрение шорное, то есть вот он идет, ты вроде как его пытаешься поймать взглядом, а он такой пошел к одному столику, вот подошел стакан взял, так и пошел обратно, и нет, и все, и он еще раз, ты ждешь вот его этот второй заход, третий заход, четвертый, пока его поймаешь. Бесит, реально бесит. Вот это, наверное, самое основное, что раздражает. Раздражает, когда долго несут чек, раздражает, когда долго несут сдачу. Вот это вообще отдельная тема. Когда ты даешь деньги. Прочевые говорили, да. Да, и потом ты 20 минут ждешь, когда тебе принесут сдачу. Да я тебя оставлю, мальчик, мне жалко, да, но ты мне сначала деньги принеси, я тебе, может, даже больше положу, но не надо вот выжидать, что я устану ждать и уйду. Ну вот некрасиво. Мне кажется, это проблема всех, кто работал в сфере обслуживания. Для меня это основная моя работа. Я всю жизнь, всю свою сознательную жизнь работаю в сфере обслуживания, и у нас было много разных ситуаций. Огромное количество недовольных клиентов. Были ситуации, когда конкретно наши мастера, которые сразу же переставали быть нашими мастерами, делали такое, из-за чего волосы дыбом. И мы всегда выходили из ситуации. Я очень надеюсь, что кто-нибудь из наших клиентов, кто остался недоволен, прям вот придет и кинет меня тапком, потому что мы всегда старались, насколько можно, исправить любое недовольство, неважно как, настроением, подарками, услугами, я не знаю, всем, чем только можно. Мы и каблуки клеили клиентам, сломанные по дороге, и за колготками бегали, и все это делали, потому что клиент – это бог, и слезы вытирали прям много раз. И продолжаем, и будем это делать сколько можно. Но когда, да, сам поработал в сфере обслуживания, понимаешь, что тебе платят, ты выкладываешься, и теперь ты хочешь не то, чтобы прямо под тобой простелились просто, ну, позаботьтесь обо мне, я тоже хочу, чтобы обо мне позаботились. Я вот так много работаю, вот придите и вот облежите меня, вот, чтобы я вот пришла домой и сказала, как классно, вот, прям, меня кто-то взял и прямо вот облюбил. Такие, кстати, тоже Вероника у меня в аудиосообщение отправляли, говорит, Лера, меня сегодня так хорошо обслужили, так хорошо было, я такая довольная вышла. Причем облизывать – это вот, может быть, опять сейчас кто-нибудь придерется, что мы тут требуем, чтобы нас облизывали и так далее. Нет, это вот именно скорее то, что ты сказала по поводу гостей, это когда ты приходишь и чувствуешь, что тебе рады, просто рады, это не надо, ну, мы не хотим слуг, мы не хотим каких-то вот там, чтобы перед нами унижались или еще что-то. Хочется просто вот, ты приходишь, тебе улыбаются, у тебя настроение улучшается. И ты не в напряг. Да, а сейчас вот, ну, это, конечно, это тема вообще для отдельной передачи, но официанты вот в очень многих заведениях сейчас приходят под лозунгом «я тут ненадолго», то есть им наплевать, им кажется, что вот я сейчас пришел сюда поработать на месяц, а если я лишусь этой работы, ну и фиг с ним, да, все равно я через два года стану президентом Латвии, и у меня все будет хорошо. И они вот так же и относятся к клиентам, то есть они хамят, откровенно хамят, причем, и когда ты делаешь им замечание, они смотрят, типа, и что, ну, как бы, а что ты мне сделаешь? Меня уволят? Ну и ладно, пойду в другой сетевой какой-то этот самый. И это очень огорчается. Это огромная проблема, я планирую сделать в ближайшее время отдельную передачу касаемо этой проблемы, я приглашу тоже своего коллегу, где мы поговорим про вот эти неадекватные условия, в которых сейчас существует наш рынок, да, когда выбирают работника, они работодатель, поэтому то, о чем ты говоришь, что они бегают из одного ресторана в другой, это повсеместно, я еженедельно провожу десятки собеседований, и что творится, и что я узнаю, когда звоню в другое заведение, получить рекомендации, ну, волосы дыбом, честное слово, учитывая, что у нас маленький город, и все, ну, плюс-минус друг друга знают, это на самом деле темный лес, и я обязательно, да, сделаю отдельную передачу на эту тему, но это такая большая у нас, к сожалению, проблема в нашей стране. У нас остается еще время, наверное, ну, можем попытаться успеть принять последний звонок на сегодня. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, мне тоже зарезало вот ухо, что советские люди, советские люди, советского времени, я тоже человек за 30, там, близко к 40, но живу, считайте, 30 лет в независимой стране, и я такого не могу себе преподнести, что, ну, как бы, я пережиток Советского Союза, и мне что-то там не угождает в ресторанах. Вот я хотел бы сказать, что люди-то разные, кому-то, может быть, не нравится, что там, официант улыбается, может прийти и сказать, а что ты улыбаешься все время? Все по-разному. Вот просто сегодня такая ситуация была по тому же самому персоналу. Зашел в кафе, у меня там управляющий знакомый, мы сидим, как бы, с ним за барной стойкой, разговариваем, и пришел сам хозяин этого кафе. Он со всеми поздоровался, значит, со своим управляющим, с барменом, со мной, и прошел дальше на встречу. И вот, как бы, и сел за стол, и просто вот управляющий ему говорит бармену, наверное, надо предложить кофе пойти, начальник. И вот бармен так смотрит на него, ну, а зачем он же, там у них вода на столе есть, да? Он говорит, нет, сходи, предложи кофе, он, наверное, хочет. Нет, здесь нет ничего такого, просто надо пойти предложить. Он пошел, предложил ему кофе, возвращается, говорит, да, ты был прав, да? То, что ему, ну, как бы, кофе он хотел. Он говорит, ну вот, и он мне поворачивается, говорит, ну вот, где найти хороший персонал? Ну, скажите, позвоните Валерии Ивановой, я помогу в следующий раз. Минутка саморекламы. Спасибо вам большое за мнение. Да, спасибо, спасибо. Как-то мы, видимо, да, видимо, мы слишком неправильно эту мысль преподнесли. Ну да, она прозвучала, но я умею так сказать, что потом... Что потом... Огребаю. Да, огребаешь. Ой, ну, я считаю, что мы в любом случае затронули сегодня очень важную тему. Я очень вам благодарна, что говорили вы честно, как есть. Рады, что вы остаетесь спустя уже столько лет единомышленниками, что все-таки верите в лучшее и выбираете для себя лучшее. Благодарю от всей души. Буду ждать вас еще в гостях нашего радиоэфира. Сегодня у нас в гостях была Вероника Кушелева-Павлова, да, работник индустрии красоты и журналист Алексей Стетюха. Спасибо, ребята. Вкусной вам недели. Чтобы было побольше хороших официантов, которые предложат кофе. Они оставят вас только с водой. От вас последние слова, может быть, какие-то нашим радиослушателям. Да, спасибо большое. Я еще раз хочу сказать, что я не совсем то имел в виду. Это вот моя, видимо, уже карма такая. Все время стоять возле Тиоска и объяснять, что я хотел сказать. Но обидеть я точно никого не хотел. Точно не хотел сказать, что люди из Советского Союза какие-то не такие. Я сам оттуда. Все, все, все. Нам надо заканчивать. Простите, да. Открытая кухня. До встречи в следующий понедельник.